добрый день дорогие зрители мое знакомство с продукцией фирмы соломон началось вот именно с этой модели я тогда еще даже не знал как она называется она мне в первую очередь понравилась тем что у нее есть сеточка а летом это просто незаменима потому как была проблема которая думаю свойственно всем жарко ноги потеет одним словом очень неуютно в какой-то более плотной обуви поэтому я когда увидел в нашем магазине а в то время эти кроссовки продавались в адидасе то время компанию соломон в этом случае она под крыло адидаса попала я уже там не вдавался в подробности как эта ситуация сейчас обстоит потому что в адидасовских магазинов обуви соломон уже нет так вот она меня подкупила в первую очередь эта сеточка но было столько сомнений то есть обычно я привык например носить обувь какую-то однотонную и в общем то наверно темно а здесь какие-то такие вставки такого ярко какого-то зеленовато желтого цвета для меня казалось это цветовая гамма эта расцветка такой кроссовок это очень кричащие бросающиеся в глаза помимо этого я был очень сомневался по поводу вот этого их него фирменного зажима кевларова насколько он долговечен но как показала время и практика отличная вещь вот я их проносил ну чтобы не соврать наверно сезона три точно полных причем то есть полностью как только позволила погода одевать такие кроссовки то есть там конец весны и начало осени практически 45 месяцев получается я их проносил и вот они вот в таком состоянии сейчас находятся главный недостаток не то что недостаток где они изнашиваться больше всего от меня вот здесь вот протерлась дырка я в ателье занес мне зашили то есть еще принципе можно поносить на такие не очень представительные мероприятия вот здесь очень интересная такая еще и есть штука это пятка она регулируется то здесь вот с помощью такого полосы можно себе усилить зажим или ослабить и в принципе вроде бы как ее можно было даже заламывать и носить как сандалию но я так не делал ну и вот я их успешно относил и задался целью купить новую модель и оказалось что у нас это достаточно проблематично сделать я их нашел в америке мне мой коллега помог их приобрести вот недавно не приехали поэтому я решил снять и рассказать о них вот я сейчас вам покажу так проверим видно их или нет вот так если поставить рядом и сравнить то есть старая модель она более массивная и широкая вот эта часть гораздо шире сделано чем в новой модели достаточно узко то есть их одевал они более плотно сидят на ноге хотя основные преимущества старой модели остались первую очередь вентиляция она осталась по-прежнему что в первую очередь меня и заинтересовал но и немножко измернилась передняя часть если сравнить здесь получилась просто сеточка а тут еще посредине вот к резиновая вставка с отверстиями большими практика покажет удобно ли у них будет ходить но еще один такой вот интересный момент важный насколько устойчиво подошва соломон к износу вот можете увидеть пятка стерлась конечно но не смертельно то есть еще в принципе можно носить оправдывает себя их система контргриб здесь она еще так отдельным элементом не показывается просто надпись контргриб если будет видно в этом месте надпись есть ну то есть в общем то это подошва еще может прослужить свою новая подошва немножко изменилась тут появились все таки вот продольные желобки для чего они сделаны потому что позиционируется эта обувь как обувь для водных видов спорта то есть на каких-то яхтах там и прочее где может быть вода на палубе и чтобы вода не оставалась по подошве не скользила соответственно подошву сделаны такие продольные бороздки через которые вода вытекает и вот этот тот самый контргриб уже у них есть фирменный значок который обозначает ну и конфигурация немножко изменилась но в общем-то резина по-прежнему двухслойная то здесь мягкая пена полиуретан полиуретан по моему они это называют я здесь наклеена специальная более плотная резина менее склонная к износу то все тот же зажим единственное что сам шнурочек стал тоньше немножко и вот этот вот элемент который зажимает тоже более аккуратный маленький задник здесь уже однозначно позиционируется позиционируется как задник который можно заломать и вот носить как босоножки без задника но я этого делать не буду не и так устраивает вот есть что еще здесь интересные кстати в старой модели тоже вот здесь вот хорошо видно я думаю есть такая перфорация в подошве она находится под пяткой и средней части ноги спереди по-моему или нет нет есть еще и спереди там вот здесь это перфорация сохранилась поэтому вентиляция ноги и снизу будет тоже помимо того что она будет со всех сторон сверху боков в том числе будет и нижняя часть подошва ноги скажем так будет вентилироваться так эта модель сделана в вьетнаме на старая была в китае я думаю это неважно в общем то я их сделали вот так двух словах вот за ней очень сильно гонялся искал очень классная обувь очень мне понравилась поэтому рекомендую советую если у вас будет возможности их купить только обязательно покупайте не пожалеете крупным планом немножко покажу тех амфибиан кстати говоря как выяснилось видим вот эта первая модель которая у меня была это тех амфибиан просто или там тех амфибиан 1 в данном случае это модель тех амфибиан 3 2 я успешно пропустил не знаю даже как она выглядит и не задавался целью найти потому как ее купить все равно невозможно таком случае магазинах она не продается может быть где-то у кого-то на руках вот в двух словах такая вот модель отличная советую спасибо за внимание